Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Движение материи Материю мы Это вам уже не нужно, да? Ну, хорошо То есть у всех есть, да? У всех есть, все знают, прекрасно, спасибо Специальная форма движения материи Значит, про материю я говорил, что Ее нельзя определить через что-то более простое Потому что она, как самое общее такое определение Есть самая простая материя Это то единое, что есть Иногда мы говорим о бытии сознания Но сознание не существует отдельно От того, чем свойством оно является Сознание человека – это свойство Высокоорганизованной материи Отражать всю материю и себя в том числе Правда? Когда вы сами себя отражаете Это как называется? Самосознание Замечательно Самосознание То есть мы сознание берем, в том числе и как Самосознание Вот меня всегда удивляет Почему сегодня В школах изучают окружающий мир Такой есть предмет Начать надо бы себя Да, и как бы себя из этого мира изъяли И только окружающие Вообще вы в окружении в этом мире То есть вам надо спасаться Потому что все вас окружили уже Я смотрю, вас поздравляют Я вас тоже поздравляю, хотя еще не знаю с чем Но что-то хорошее у вас Поздравляю Я думаю, что берем вас из мира и будем вас поздравлять Нет, вы оставайтесь, так сказать Потому что надо мир изучать Почему окружающий-то? Вот все взяли и прибавили это слово Причем так необдуманно И вот они ходят с этим И трудно это потом объяснить людям Потому что уже, так сказать, привыкли к этому Да? Раз вас из мира изымем И будем этот мир изучать Здорово? Нет, то есть вы должны изучать весь мир, кроме себя Тоже как-то странно Но если вы только себя будете изучать Тоже нехорошо А если всех, кроме себя, то странно Вот, поэтому, конечно, мы изучаем мир Без всякого исключения И когда речется о сознании уже самого себя Это само сознание Значит, поэтому какие у нас есть вообще формы Существования и формы движения материи? То, что есть материя, которая не движется? Нету, да? Никаких нет Нет такой материи, которая бы не двигалась Поэтому представление о покое Ну, это сугубо относительное такое представление Покой нам только снится В каком движении вы сейчас находитесь? Тут много можно наговорить Во-первых, поскольку вы представляете Каждый здесь присутствующий живой организм То здесь идут процессы, какие идут Снабжение всех клеток организма Питательными веществами То есть движение крови идет Значит, через какие мы знаем движения крови Есть артериальная кровь, которая приносит вас К клеткам кислород и питательные вещества И венозная кровь, которая противоположная Причем они прямо работают противоположными движениями И постоянно Сердце бьется постоянно, пока человек жив Можете себе представить человека, который в сердце замерло Ну, может, замерло на секундочку Но она уже все время находится в движении Не бывает такого состояния, когда бы человек не двигался Когда бы сердце не билось Мы меньше знаем про лимфу Есть лимфатическая система, да? И тоже там движение Каждая клетка находится в движении или она замерла? Каждая Может, постоянно развивается? А? Постоянное развитие? Да, и развитие, и отмирание есть Скажем, какие-то части кожи отмирают А другие нарастают Если вы, допустим, порежете Этот пореже восстанавливается Если вы сломали руку, ногу Идет срастание Правильно? Или если вы возьмете там голову ребенка Смотрите, она такая круглая Потом вдруг она так расширяется А здесь вот у нее есть мозжечок Который позволяет, так сказать, все это наращивать Наращивать, 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 наращивать У нас с вами голова уже не выросла Теперь надо внутрь Углубляться Развивать уже голову А так объем уже закончен Волосы растут Они же находятся в постоянном движении Правильно? Причем хорошо женщинам бриться не надо А у нашего брата, так сказать, все время же растут Растут, то есть, одеваются А вон у вас уже волосы И так далее Но это же вы Ну, в виде волос В разных видах, так? Некоторые умеют шевелить ушами Некоторые не умеют Но все равно это то, что находится в движении Правильно? Вот посмотрите на мой лоб Тоже, он в движении Тоже двигается Когда человек разговаривает Вот вы улыбаетесь Это движение Правильно? А если бы вы рассердились Опять движение То есть, что-нибудь можно найти Такое в движении Ну, кроме всего прочего Мы с вами Совершаем вместе с Землей Один оборот в сутки Вокруг собственной оси Земля То есть, мы с вами на карусели находимся Только не на такой детской Там, значит, на конях А вот прямо вы сидите вместе С нашей аудиторией Вместе со мной Мы так это на карусели Я лекцию читаю Вы слушаете Хорошо Отличный праздник И За сутки мы совершим полный праздник Причем, вы можете спрыгнуть Отсюда Из этой аудитории Пойти в другую аудиторию А все равно с карусели-то вы не спрыгнете И спрыгивает только космонавцы У них да своя карусель Мы вращаемся С одной скоростью Они вращаются С другой скоростью Над нами висят Стационарные спутники А что значит Стационарные спутники Он вот неподвижно Висит у вас над головой Он стоит, что ли Или он мчится там Он мчится с той же угловой скоростью Как земля Ну вот, если представить модель Вы бросаете камень Бросили, он упал на землю С большей скоростью Он бросил вот так А потом вы бросаете Он с такой скоростью С какой вращается земля И он так все падает Падает, падает, падает Падает, падает Ну там иногда Проводит корректировочку С помощью маршевых двигателей Чтобы он, так сказать Не вот там опускался Чтобы траектория была приемлемой В нужной плоскости И так далее Ну вот Ну космонавты могут посмотреть на землю И теперь Скажем бы Рассуждение древних философов О том, что Вообще есть земля На трех китах Солит И так далее Но Если уйти от научного понимания И сказать вот У меня есть особое мнение Вот у вас какое мнение Насчет того Как земля Где, на скольких китах стоит У меня, например, мнение Что она на трех А у вас? Мне кажется На четырех было бы устойчиво На четырех Устойчиво Конечно, естественно Не факт Скорейте, пожалуйста Вот фигура треугольника Она жесткая, как известно И все конструкции Такие металлические Которые высоко Они все из треугольников состоят А вы сделаете из четырехугольников Оно вот так будет ползать Так что я с вами не согласен Я считаю Земля должна быть на трех китах Чтобы не сползти А на четырех Она куда-то туда Мы прямо так В море упадем А море бесконечно Ну а кроме этого Земля же двигается еще Вокруг солнца Как всем известно Да? Вот И это еще одна карусель У вас голова не закружилась еще? Нет? Это одна карусель вот такая Вторая карусель вот такая Ну мы уже привыкли Мы все время в урощении находимся Да? Поэтому у нас головы не кружатся Поэтому еще вы начнете кружиться Скажем, танцую вальс Ну поскольку у вас привычка есть Но вальс можно протанцевать Совершенно спокойно Ничего страшного не будет Да так мы все время в вальсе Все вместе Ну мы как бы Делаем вид Что все в покое Вот вы сейчас в покое Да я вижу Вижу руки у вас шевелятся Все равно Как бы мы не были спокойны И даже эти несчастные покойники Про которых так и говорят Что они покойники Ну вы же знаете Что происходит с телом потом Его поэтому закладывают в холодильник Иногда правда бывают случаи такие Отвезли в морг А потом вдруг стон оттуда Был мертвецкий пьяный Вот отвезли как мертвеца А он проснулся И ему стало холодно Потребовал он обохмелиться Вот Уходит оттуда Все в ужасе Их такая же лекция Я в перерыв позвоню Ага Ну вот Так что С такими представлениями О том что есть некий покой Надо расстаться раз и навсегда Нету покоя Нету Никогда То есть то что мы называем покоем Это всегда Ну понятно что Вот вы по отношению ко мне покоитесь Или вы по отношению к столу покоитесь Когда вы сидите в сале Вы по отношению уже к столу И сиденью не покоитесь И так далее То есть Относительные все эти Варианты здесь возможны Теперь мы с вами хорошо знаем Что вот наш организм поддерживает температуру 36,6 А если он другую поддерживает Мы уже забеспокоимся Уже мы не в покое Это как температура О чем говорить О определенных процессах Происходящих Ну каких процессах Надо более Физика В чем Что значит температура Нагревание К чему приводит Это тоже слишком общего Ну из чего состоит Ваши клетки Из чего состоят Клетки ваши Каких органов Вы чего Клетки уже беру Это уже не органы А это их клетки Из чего они Молекулы Вот у вас есть люди Которые знают Если у вас будет затруднение Обращайтесь пожалуйста Сколько у вас стоит консультации сейчас Пока бесплатно Вот имейте это пока Для вас Но это будет недолго Так что Имейте ввиду Клетки Движение клеток И означает температуру Правда Чем быстрее двигаются клетки Вы простите клетки Молекул Чем быстрее двигаются молекулы Чем выше Я вам ничего такого не рассказываю Это школьная физика Просто мы должны немножко вспомнить И не делать вид Что мы этого не знаем Правда Знаем Ну иногда так Как-то в памяти Где-то лежит Там где-то Надо достать оттуда И немножко обновить Чем быстрее двигаются клетки Тем выше температура Еще вдруг клетки задвигались Значит что-то у вас в организме Не в порядке Да Значит когда все в порядке Опять Организм сам поддерживает температуру То есть регулирует скорость движения Молекул А молекулы А молекулы С чего состоит А атомы двигаются Молекулы Двигаются А в атоме Атомы С чего состоит Что-то такая тишина На силу А? Атон Электрон Атон Нейтрон Электрон Электрон-то Двигаются Нет? И даже вот говорят Что физики Что точку Точно И не скажешь Где он находится Ну а Нет там более глубокого Еще понимания Слышали такие Частицы Бозоны Фербионы Ну и так далее И все находится В движении И до бесконечности Потому что Атом не исчерпает И в ту сторону Если мы начнем Смотреть дальше Хорошо Мы вокруг Солнца А Солнце что Не двигается А Солнце Наши галактики А галактика Наша не двигается Вот когда вы смотрите На Млечный путь Почему он Млечный? Почему он так вот Отдельно выделяется Вот такое вот Скопление звезд Почему? Ну потому что Галактика носит Так сказать Такой вот характер Чечевицы И когда вы на ребро Чечевицы смотрите Звезд долго А если вы Вбок посмотрите Направо-налево Там уже мало звезд А так вот Представляете Там вот Чечевицы Если так они Звезд Звучение происходит Вот вы видите Млечный путь Выйдите в Ленинграде Ночью посмотрите Ничего не увидите А почему? А потому что Здесь вот Двигаются пары Бензиновые От промышленности Всякие Отходы И поэтому Практически здесь Звезд не видно А вы поезжайте Поезжайте В область Вашей успеваемости Это не подлежит Более мелких Более мелких тел Это называется Движение Механическое Тела Двигаются Сталкиваются Ударяются Друг от друга Вы знаете Формулу Удара Не знаете Это уже по физике Объяснили Вот вы Молотком по пальцу Ударяете Почему так больно Не знаете Такую формулу Не помните МВ равно ФТ МВ Не знаете Что такое Кто знает МВ Что это МВ Понятно Масса на скорости Я спрашиваю Как называется МВ Чего Никто не скажет Что физику Вам не давали В школе Я за школу Не выхожу Я аж понимаю Что тут Мы же не занимаемся Специально здесь физикой Я хотел на физфак Поступить Получил двойку На первом Пошел Нам отмех Ну что делать Поэтому у меня Школьные Вот только Знания Не более того Ну кто-нибудь Знает Что такое МВ МВ Дорогие товарищи Это Количество движения Количество движения Вот это МВ Она ровно ФТ В силе На Время Если вот Удар Очень быстрый То Поскольку Количество МВ Остается То же самое То От того Значит От того времени Когда Проходит Вот это Соприкосновение С препятствием Зависит Сила Если чем короче Это время Тем больше Сила Поэтому Если вы С большой скоростью Несете молоток И ударяете По пальцу Ну Ну так сказать Еще не такая Большая сила Потому что Палец сминается А если вы По твердому Чему-нибудь Оно не сминается И гвоздь Забивается Уходит Туда Прямо А палец Ваш не уходит Просто Придется вам Потом дышать И замотать Его Помазать Может пройдет Ничего страшного Значит А физика Имеет дело Уже С чем С атомами Правда Не только Вот с этим Она имеет дело И с атомами И с электромагнитными Колебаниями Поле Это что Это материя Или не материя В том числе Электромагнитное Поле Да Материя Или это Господь Бог Материя Поэтому Когда говорят Вот у нас Вакуум Что значит Вакуум Все Там электромагнитных Полей нету В этом вакууме Поэтому Представление Что там Нет ничего Это неправильное Представление Через вакуум Может проходить Свет А если Там закрыто Все от света Электромагнитные Колебания Все равно Там будут Правда Никак они А потом Поле Тяготение Оно что Останавливается Перед Какие-то Препятствиями Что вы там Закрыли Укрыли Да И что там Поле Тяготение Уже не действует Действует Тем более Физика Открывает Все новые поля Там Скажем Слабых взаимодействий И прочее Поэтому Это все матери Это физика Этим занимается А химия Чем занимается Каким движением Уже на уровне Вот берем Два хороших Таких Вредных Очень предмета Натрий И хлор Вы натрий Будете есть Нет Натрий Видели в школе Да Натрий Натрий Это такой металл Который Можешь как масло Резать Хранят его В керосине Если в воду Бросить Он превращается В такой Плавающий шар Потом может нагреться Встать Красным И как рванет Это я проверял Лично Когда был в школе Я лично вытаскивал Этой банки Незаметно Брал Смотрел И доигрался до того Что у меня Натрий в кармане Тут взорвался Ножог третьей степени Увели в больницу Ничего Зажило Ничего Такого страшного В общем Находится в движении И тут Вся у меня Было в движении Вот такая блямба Я прихожу Потом говорю А как бы ее срезать Она снова вырастет Ладно Она потом пропала Ничего незаметно Ну иногда Движение Опытным путем Осваиваешь Я по-разному Осваивал То есть Химия мне нравилась У меня второй степени Был диплом городской Я даже делал Взрывы всякие Когда если уберешь Серную кислоту Где ее берешь Там же В кабинете химии И ее смешиваешь С марганцовкой Вот такие взрывчики Получаются И фиолетовые И такие тучки летают Потом взял Это вот Как рванет И мне в лицо Ну бывает Такое Все опыты Это опыты Опытным путем Выясняется Что не надо Это делать Потому что Можно остаться Без глаз Во всяком случае Фимия занимается Уже соединением Вот натрия А хлор Хлор Это что? Я Сейчас хлором вас окурить Все Нету ни вас Ни меня Никого Но зато мы соединим Натрия и хлор И что будет? Говорит Дайте Подсолите мне Пожалуйста Побольше натрия и хлора Мне Натрия и хлора Мне побольше Пожалуйста А то невкусно Говорит Не ешь много соли Мне нужен Натрий и хлор Для строительства Моих Пудеток Так? Потому что Там же химическая реакция В организме происходит Разлагает Снова на натрий На хлор Зачем вам столько хлора И столько натрия Говорит Не переедайте Не надо так много Хлора и натрия Действительно Это же такие вещи Но сами Это они по отдельности А свойства меняются Как только они соединяются В молекулу Правильно? А тут кто-нибудь помнит Сода обычная Пищевая Какая у них Какая у них Какая форма? Чего вы не знаете Ничего из школьного курса Вот дают А у вас звезда есть Там Вам не надо Понял Тоже натрия опять И натрия Углерод Кислород Натрия 20-3 Что не слышали такое? Нет? А спирта Хоть-хоть знаете Формулу? Никто не знает Или знаете? И спирта не знаете? Ну вы даете Вот По этому поводу Есть такой рассказ Что руководители Привезли Спирт На работу Который нужен Там для протирания Приборов Обязательно Для того Чтобы никаких Пылинок не было Никакой грязи И так далее Ну вот Приезжали вечером А там Люди В ночную смену Выходят Говорят Оставим Вот так Бутыль На ней написано С2H5OH Это формула Спирта Для тех Кто не знает Записывайте Может вы Сможете синтезироваться И обогатитесь С2H5OH Думают Оставим Найдутся Это вот Вы Просидели А мужики Сразу Грамотные были Они как увидели В общем Стали думать Начальники Как сделать Чтобы они Не выпили Они взяли Стерли С2H5 А ОООО оставили Думают ООООО не будут пить ОООО страшное дело О Кислород и водород Что это такое ОООО И это похоже на Всякие щелочи Эти ОООО Да Вот позднее Стерли Да и тем более Взрывается Оставили ООООО Все остальное Стерли Утром приходят Все пьяные Вызывает одно Слушай Ты что не видел Что написано Видел Написано Вон Попробовали Точно вон Мы тогда все И выпили Ну разное Бывают соединения Вот есть Такая книга Москва Сорок первый год Рассказывает там Что в самый момент Когда у нас была Тяжелейшая ситуация На фронте На одном из участков Стояла Цюстерна Как выяснилось Опытным путем Прострелили дырочку И выяснилось Что там чистый спирт Ну Когда выстрелили Охранение Чтобы Никого не пропускать Но никакое Охранение не помогло Ходят кругом Пьяненькие Такие Ну как это Представьте Сорок первый год Война И тут ходят Пьяненький Решили Что надо Что-то решать На уровне Химии И взяли И влили туда Несколько Ведер бензина Такая гадость Стала Вообще Все прекратили Там Проходит Несколько дней Опять ходят Пьяненькие Но начальство Тут уже Интерес чистый Химический Собрали Конференцию Все кто были Доктора Химических наук Кандидаты Кончавшие Химический факультет Собрали Вот как бы вас Собрал Как разделять Как разделить Спирт и бензин Никто не может И до того Их заело Что они химики Ничего не могут решить Пригласили солдата Одного Слушайте Говорит Никого вас не тронет Наказывать не будем Только объясните Нам Как вам удалось Разделить Ну вы точно Не тронете Точно Вот Ну креститься не стали Но поклялись Не тронут Вот они взяли Этот товарищ Говорит Берем ведро С дыркой Дырку Зажимаем пальчиком Наливаем Половину Этой вашей гадости Которую нам приготовить Отвратительной И вторую Часть Вторую половину Воды Весь ваш бензинчик Сплывает наверх А под ним Получается Что? Водочка Еще вода Со спиртом Это водка А спирт С водой Это что? Это спирт А это вот водка И открываешь пальчик И оттуда идет Чистая водочка Ну вот люди Так сказать Знают химию Ну как-то Проблема Это решили Немцев Разбили Под Москвой И нам Они разбили Если бы не решили Так что Дальше уже Не знаю Как дальше было Во всяком случае Вы понимаете Это уровень материи Вроде Разные атомы Там Атомы одно А с другими свойствами Появляются Молекулы Подоберутся Ну а дальше Вы уже знаете Что есть Предметов Которые состоят Из молекул Чего такое Нельзя делать Вот из чего Сделан стол Который мы сидите Сейчас вы и не скажете Из чего Почему Вот что там На что вы опираетесь Это что Явно не дерево ДВП ДВП Какое ДВП Вот это ДВП Потому что вы опираетесь Это покрытие Нет, опираетесь вы на покрытие Под покрытием ДВП ДВП Опираетесь-то на покрытие На какое ДВП Еще до ДВП Там еще Копать и копать Правильно Покрытие Пластмасса это А пластмасса что такое Это вот Это Такое соединение Которое искусственно синтезировано Да Им покрывает ДВП А для того Чтобы вы думали Что это дерево Тут под дерево Все сделано Ну прямо Вы сидите Прямо Сосновые Такие Дубовые Столы Сидения Красота Потом раз И разваливается Потому что ДВП Вот оно Если размокнет Оно разваливается элементарно Или вот края Дерут И там видно Сружки А почему И стружек мы делаем Потому что мы Бревна выводим В Финляндию Причем выводят В Финляндию Не только легально И в другие страны Огромные объемы Нелегально Это все Движение Идет движение Идут Наверное пишут Что везем стружки А выводят Туда Бревна А вам и стружек Из Финляндии привозят Себе делают Хорошие деревянные мебели А вам Вот с сосушками А? У них тоже ДВП Бывает У них тоже ДВП Значит куда-нибудь Еще дальше будет Есть люди Которые на деревянных Сидят Пойдите вот В Меньшковский дворец Там не дураки сидели Там сидят Такие мощные столы Деревянные Государственные деятели Такие были Занимались Россией Не так чтобы было Красиво А на самом деле Дрянь А основательно Это деревянная Прочность Так Ну какие еще есть Формы движения материи Скажем Вот вы знаете Что Есть разные Агрегатные состояния Вот молекулы В твердом теле Двигаются Двигаются А если они Повышаем температуру В твердом теле Здесь кстати Абсолютный нуль Абсолютный нуль Можно достичь Чтобы не двигались Молекулы Можно достичь Абсолютно Практически Что значит Практически А теоретически Только можно А практически нельзя Так и теоретически Как раз теория И говорит Что нельзя его достигнуть А у вас получается Что какая-то теория которая расходится с практикой и теоретически тоже нельзя территории говорит что абсолютно нуля невозможно достичь как бы вы не охлаждали но охлаждать может там чуть ли не до 270 градусов и вот так перевозят там жидкий азот им замораживать то что надо помните раньше углекислый газ твердые не видели сейчас вот везде тарахтятся этими холодильниками которые электрические холодильники а раньше мороженое как продавать когда я был в возрасте вас поменьше выходишь а там значит сухой лед такие куски белый хорошие такие мы их если выпросишь или так незаметно так заберешь но обожжечь можно руки обожжешь потому что охлаждение такую же реакцию кожную вызывает как и нагревание то есть вот буквально если будешь держать это сухой лед но если так и перекидать видишь можно его газетку завернуть принести домой вот вам и холодильник холодильник просто куски этого сухой лед еще какая формула сухого льда и кого воды нету только так дымочек такой идет но не дымочек парочек но не буквальном смысле пар еще состоит не видели да вот бедные обездоленные студенты видят только электрические холодильники а холодильник у вас моторчиком у меня например на даче без моторчик который молчаливый таки они воздух расширяется их газ а потом его снова сжимает она живется срывает и он вообще молчит и работает а раз он молчит то есть это никого мотора нет он вечный столетия пройдут а он все будет работать хочу ему да что там может не работать вот такие малютки были телевизоры потом вот такие невысокие просите где холодильник но сейчас больше с мотором тарахтит помните фильма про ивана грозного иван васильич меняет профессии царь вдруг сидит спокойно вдруг холодильник начал тут дрожать страшно перепугался царь такого него не было невиданно неслыхано чудо какой так ну и следующее агрегатное состояние какое там этого co2 сухой лед формула очень простая углекислый газ углекислый газ это составной элемент нашего воздуха чем мы дышим поэтому от того что вы возьмете вот положите сюда этот сухой лед ну и ничего не изменится он вам ничем не повредит не шума нет резко положили туда так в перевешку мороженое сухой лед мороженое куски мороженого и сухого леда и тишина и хорошо стоят ничего не тарахти никаких проводов не надо сейчас все гонялись гонялись за пластмассы убрали кульки бумажные теперь пишут вот это вот так упаковка которая вся разлагается превращается в основу в природу там и тогда бумажные правильно полет бросил он полежит полежит и не стлеет и полетели он тоже полежит полежит и через 200 лет и стлеет поэтому привозят землю какую-нибудь как уже земля хорошая а из нее торчат на газон полетели в мешке в огромном количестве французы запретили уже упаковку пластмассу стаканчики у нас прогрессивные вот у нас автоматы там стоят какие стаканы бумажные и пластмассу это чтобы пластмасса это 100 200 лет этому нас не будет просто культе за не будет а стаканы этих пластмассы будут и будут где-то они лежат где они у нас лежат самая ближняя нас помойка большая не знаете где хорошие люди которые раньше рассуждали о том что вот зеленый пояс вокруг города это его легкие это действительно там что же движение деревья дышит же или не дышит мало того что дышит они еще синтезируют белки вот вы можете синтезируют белки из воздуха и воды не можете они могут то есть мы не достигаем до растений вы тоже животные не растения то есть растение которое может синтезировать белки мы только можем как грибы вот грибы они заберут уже готовые белки там под подосиной под березой их соединяют и получают как мясо почти по составу такие молекулы да и мы тоже грибы только у них одна ножка у нас две у них шляпка у нас еще голова есть они столько шляпка поэтому они глупые такие а мы умные как бы а так вообще почти не отличается от нас потому что они ничего не могут синтезировать такие беспомощные как мы и свет им поэтому не нужен который нужен для синтеза белков поэтому где эти шампиньоны их у зачит повезут мицелий его там попил с попилками смешают каких-нибудь шахах по земле в темных потом раз охладят и раз сразу выскакивают грибы их раз и продав раз и видите в деревне где родился на выгоне их полно было их никто не ел пинали ногами ели только опята который ведьмиными кругами растут а если вы называли собачий гриб вот это собачий гриб сейчас везде продается но он вкусный тушистый хотя опять а конечно вкуснее луговые это не те которые лесные и не те которые ложные и не те которые осенние тоже их много разных и все эти движения а движение какой вот идут идут эти корни их так называемые грибница потом раз и гриб которым что или его высыпается как называется семена этого гриба а спор не только у конфликтологов споры есть но и грибов поэтому можно конфликтологов так немножко дразнить ну вот у вас тоже спор но их коллективные грибы они так по индивидуально имеют спор так нагреваем что получаем когда нагреваем твердое тело любое что получаем жидкость жидкой это состояние это те же молекулы то другой скоростью двигаются еще накрываем что получаем газ газ а вот то что у нас называют паром когда если вы их видите и уже сказать какие-то капельки воды то есть белый такой пар это это конечно не газ это туман строго говоря как капельки мелкие капельки воды нагреваем дальше какое еще будет состояние когда нагреваем и нагреваем уже газообразное состояние в воду в газообразном состоянии начинаем нагревать греем 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 что будет чего не знаете ничего а у вас англия звезда она пятерки принесет у вас вас или у материи мы что изучаем вас или материя интересно вы обратили все на себя субъективный идеализм это называется у вас ведь три агрегатных состояний а у материи вы слива если меня будут на году вас я не буду трогать с картами развивается но студентами я буду меня нагревать что будет после того как уже газ обращусь ну сначала отвезут крематорию а потом начинать дальше нагревать некоторые этим ограничиваются и захоранивать где-нибудь там ва в урну цветочки а можно дальше нагревать чтобы выговечить еще нагревать описаешь как это важно было если меня нагреть вы даже не знаете что это будет со мной плазма это называется дорогой товарищ плазма располагаются эти самые молекулы воды на атомы при большой температуре распадаются ведь в маку мы соединились атомы соединились молекулы при высочайшей температуре они все распадаются и отдельные атомы мечется вот при таком при таком нагревании при высокой температуре плазма ну вот нас на солнце там что-нибудь какой-нибудь другом состоянии есть химические вещества иначе как в состоянии плазмы различные вещества плазме там знаете какой объем а вы не знаете что это такое масса солнца до гораздо больше чем ваша масса и чем моя но а вы не знали скажите мне спасибо я вас проинформировал спасибо не сказал пожалуйста мы вернулись вам спасибо я пожалуйста все порядка инцидент исчерпан идем дальше я думаю примеров достаточно чтобы понять и чтобы нам как бы настроиться на то что мы конечно можем говорить так между собой я спокоен мы в покое успокойся и так далее но как бы я не успокоился чем у меня сердце становится что ли причем меня призываете ведь успокойся себя я должен сделать так что у меня сердце небес вы чё идут ходить чтобы я умер что ли когда вы успокойся а мы не предлагаем покаяться ну слава богу за вот тогда будьте обеспокоены но как бы гегель сказал ну бывают люди спокойны что такое спокойствие спокойствие это постоянное равное самому себе беспокойство красиво то есть выучить все умеет делаете приходите изучаете издаете все то это да это да вот это да вот это и в этом вот спокойствие студента правильно том что он все время беспокоиться о повышении уровня своих знаний все время беспокоитесь постоянно беспокоитесь вот это постоянство это ваше равенство этого беспокойства самого себе то есть это вот постоянные равные самому себе беспокойся это ваше спокойствие никакого другого спокойствия у студентов быть не может правильно да говорит я спокойно у меня завтра экзамен если вы издали так еще следующий будет экзамен если в этом курсе издали ну еще будет экзамен поэтому вам надо быть только все время спокойно ну а скажем о наш брат преподаватель вот я могу только вам повторять то что знаю или я должен новое добывать и публиковать меня выгонят из университета сказать интересное дело доктор новых профессора ничего нового не может создать только рассказывает саша старые сказки студентам таких не надо нам преподавать и логично то есть ученые это то кто дает нового но если новое не дает он не ученый ну был ученый кончилось у него все ученые он теперь все повторяет всякое старье скачала как открыть новое все знает никто не знает он сколько людей на которых падал яблоко открыл не тонн как он всемирного тяготения на меня упадет я бы не открыл может его на вас бы упал может вы открыли я вот не открыл пока каждый открывает свое так ну вот я думаю что мы рассмотрели всякие физические а есть еще высшие общественные формы движения человек это кто такой человек как определение человека можете да кто такой человек вы человек когда кажете человек это кто вы животное для растения о какой его животное любое а для капитающего уже хорошо то есть какое прямоходящее у нас кто такие ездить сурикаты потом вот эти в антарктиде ходят пингвины вы как пингвин да они там медленно ходят причем много ходят они же должны рыбы набрать они были капитающие отбрасывая ничего у нас ведь нет еще больше прямоходящих что ли он кошки на заднюю лапу встают они запросов собачки есть сыркин прямоходящий на задних лапках особенно вот этих пушистенькие маленькие кто у нас еще есть сурикаты помните они так станут высокие такие и смотрят нет для опасности какой или еды или опасности или еда если что нас и норку вот так что прямоходящих можно найти а вот посмотрите этих австралийских хенгуру мало того что прямоходящие сумка еще и для детей очень удобно он слова вот этих женщин мучается то сказать вот так носят животе они просто там скат радятся опять их не в сам живот а в сумку засадил и не надо ничего пристегивать у меня красота гораздо лучше они в прямоходящие кенгуру у них вот эти передние конечности же они же не знаю что я не думаю что это биологии читается прямоходящими ничего вы не видели они первые не конечно конечности не опираются чем причем тут диалоги мы ведь биологии знаем что они только на задних лапах прямоходящими они млекопитающие раз и прямоходящие да ну прямо прыгающими что ли вы хотите сказать что они не ходят а прыгают но это уже вы придираетесь а у них прямой еще не видели кенгуру что ли но вы даете уже прямой позвоночник у меня это кривой а вы не хотите меня вычеркнуть и вообще из людей я понял против куда вы копаете против кого у всех есть кто-нибудь его абсолютно прямой позвоночник поднимите руку вообще против всех и сами вы не проголосовали у вас знаете почему прямо потому что у вас там звезда и вы все время на ней уравняетесь у вас и прямой без звезды тяжко да да тяжко без звезды как нам тяжко всем кроме вас так так давайте расскажем человек пока чего не рассказали человек прямоходящие есть кенгуру мы нашли все еще даже хорошо и сумочка есть все отлично и детьми прямо все ходит прямо какой разумная ну да разумно конечно при помощи риме не просто разговаривает коммуницируется вот вы сейчас вот я сейчас коммуницируюсь или разговаривать если по-русски то разговариваешь ли по иностранным русском то коммуницируюсь если к если кофе продается это значит кофейня а если кофе house это я слышал что по-английски дом house кофейный дом красиво да благозвучно главное звучит здорово нас много таких знатоков так ну вот уже почти мы набрали теперь можно уже сказать что такое человек кстати есть а есть не определение чек определенность человека вот определенность это тоже с помощью чего можно сразу отличить сюда людей и сюда всех остальных животных определенность человека является наличием мочки на ушах как показывает исследование больше других таких животных нету то есть вот проверьте если у вас есть мочка на ушах есть значит вы человек безошибочно определяет тут правда сказать такая беда во-первых бывает что люди в аварию попадает выходит из аварии все в порядке все нормально слышу хорошо только ушных раковин нет вместе с мочками это счастливые случаи наш могло быть и головы нет счастливые случаи это удачно так все произошло так что он не человек себе человек то есть это не определение человека наличие это определенность за это отличить муж от коровы можно отличить конечно можно у меня такие у вас и как получились наверно вот женщины давно давно начали украшения носить до того доносили что они уже и искать и мужским особен передаются тоже такие характеристики тем более уже есть мужики которые проходят чего-то хотят этим сказать или показать есть и так но определение человека во первых надо вот главное определение никто и не сказал главное первое определение первая составная часть определения то что это не вообще животные общественных вот мы за общественных животных какие все знаете пчел пчел знаете они чтобы одна пчела живет пчела жена пчела муж и маленькие пчелочки у них такие и они мало мало меду заготавливать так или не так или у них вообще самка одна там ее кормят а или вся рабочая нечего им кормиться и пусть работают как при капитализме живут там все идите работаете и даже не думайте ни о чем труднее тех они как только оплодотворят самку их оттуда выпичивает рабочие пчел у них то больше вы не нужны вымирать с голоду там очень строго все и все там распределенного и охраняют пчелы и жертвует жизнью своих правда тот кто у вас уже лет умирает пчела это собака укусит это вы умрете она нет пчела сразу умирать его она вытаскивается вместе с кишками жало вас кусала пчела не знаю как вам преподавать тяжело ничего у вас не взрывалась пчел у вас не кусали ну хоть его падали хоть жизни а ну значит знаете что если запнешься и упадешь хорошо ну вот это нас роднит родник все как-то надо чтобы не отрываться от студентов правда я не могу же так сказать ну что же вы что-то такое рассказывать еще не бывает ну пчелы явно что это муравьи у них там есть летучие которые летают муравьи охранники потом если вы вот большому муравейнику вот так руку поднесете подносили нет или тоже не подносили что вы делаете не знаете идите занимайтесь что ли все время да это бесполезно это заниматься толку не будет надо развивать свой мозг занятие чего-то запомнишь потом забудешь запомнишь забудешь как вы можете развиться вам же на новые необыкновенные что-то придумать а как уж не обыкновенный придумаешь когда все одно и то же читай пересказывать читай пересказывать с ума сойдешь значит относишь руку к муравейнику все будет кто знает вот на расстоянии допустим сантиметров 10 вот так и держу большой муравейник улицу на палец находили муравейник видели мимо прошли ай муравейник подумаешь это животные общественные меня не интересует пойду лучше мышку посмотрю ну мышка то вы смотрели а муравейник вас не заинтересовал ладно пчелы не кусали вас у когда в два глаза у гося здорово получается просыпаешься ничего не все закрыто так свет конечно проглядывает такое белосиние все хорошо ну часа через три четыре пять начинается подать это дело и тогда вы что-то начинаете видеть а потом проходит ну это для этого надо чтобы рядом где-нибудь мед добывали те у кого и пчелы а вы прошли они думают на это точно вы и красу пчелы муравьи обезьяны тоже живут стадами а птицы посадили вот как воробьи летают с тайками на дерево все подорожено другое место потому что если кто-то съест этого муравья никто не заметит воробья да как тут как летел лотком так лотком перелетать а журавли как летят ну точно умный да похоже так у них все построено вот один впереди и с таким клином если от него отойдет какие-то они опять в клин встраиваются летят и долго-долго летят не компас у них есть ничего как они долетают долетают летят жаркие страны там наедятся потом как только есть потеплее то сюда прилетать здесь корма больше на север полетят и там отлично кормится красота но сейчас вот 6000 уток осталось ленинграде кормите уток они у них температура тела 42 градусов все нормально нормально ничего не беспокойтесь на 42 жировая прослойка вот это наша город худеете худеть и студентам а специально вам же дали стипендии чтобы вы худели а уткам дали стипендии чтобы они не худею него так они в мороз сидятся на льду и плавают и ныряют и что хотят делать и хоть бы хны и температуру 42 градуса они составляют ведь они только смотрят на людей давайте виду чувств смотришь до еду я как-то северного кладбища шел и там такой прудик есть мамаша там с утятами я сел там переобуваться выходит мамаша и вся эта семья и смотрят на меня листы течет ним ничего не дает смотрели смотрели видишь у я ничего я ничего не даю то что у меня ничего нет развернулись и так и ушли обратно в воду но так было ясно что ну чё слушай не стыдно и пришел дети у меня не стыдно не подумала о чем только думает о себе как вы же брюхана вот об утках не думай голуби все время ходят так вот вокруг тебя смотришь вот лицо а вы им говорите у меня стипендии 1480 они не понимают голуби темные люди животные так ну вот животные общественные 1 б трудящийся труд создал человека труд то что они общественно никто не сказал то что трудящийся никто не сказал вы чего товарищи дорогие два недостатка я вас нашел а вот то что они разговаривают это вы сказали болтать как болтать так это вы запомнили поеду в труде то приходится сигналы подавать правильно поэтому общественные животные которые начали трудиться они должны были подавать сигналы знаки отсюда речь говорящие наконец разумно как вы будете разумно если вы не трудитесь не разговариваете и не общественные может быть человек разумным вне общества были такие эксперименты так получались на какой могу ли попадет волчье стадо если пять лет он там пробудет все уже его никогда человеком не сделайте вот людям уже невозможно делающих числе чек в ранее на ранних этапах не развивается как человек вы с какого возраста будете песни петь своим детям с пяти или с нуля с нуля уже им поют из непонятно когда они понимают когда не понимать так это все понимание идет через непонимание и постепенно люди начинают как чудо говорить и вот вроде кошки такие там и собачки хорошие как только с маленький начинает говорить он уже обогнал этих животных бесконечно они никогда не будут говорить но попугай некоторых студентов обогоняет по памяти ему скажешь он повторит вот кто будет меня на экзамене просто повторять тот попугай то есть от вас требуется не просто повторять чем идея на идее вы значит такой идея и вы не значит такой и кто не значит такой идея вот потолок белая эта идея сейчас вы мне начнете рассказывать потолок белый стены светло-коричневый под дерево это вообще дерево ценные вещи кстати древесина ну а что идея кто-нибудь какой ну давайте хоть идеи выделите хоть кто-нибудь вроде так на улице сейчас тает эта идея не тянет правда на идее вот у вас вот у вас какая-то идея ведь должна быть любую идею давайте любую хоть одну за плохоньку какой плохоньку замокрышку но идею а не то что вы скажете что я вот в черном пиджаке это идея что ли или в сером ну это факт это не и констатация факта идеи тут никакой нет или лучше быть здоровым и богатым чем бедным и больным идея нет никакой идеи а давайте не будем мне сдавать экзамен по-моему этой игры идея ну чё вот вы не додумали если вы додумались я бы сказал хорошо и все пришли я в раз раз всем отлично а вы не высказались теперь так не пройдет уже уже проехали все но я должен поощрять бы такие идеи но никто и не могу поощрить никто не воскать но какую-то идею сформулируйте хоть кто нибудь граждане студенты дайте хоть одну идейку мне то что я ученый мне нужно новое выдавать я возьму вашей за свое выдам что делать пару короче сделать видео это идея сделать но я знал кому обратиться и все остальные вот смотрят завистью на вас у вас нет идеи вы безидейные ужас целая группа безидейные но один человек в группе поскольку группа имеет в своем составе человека с идеей в целом группа идейные только что была безидейная выяснилось поскольку вы общественные человек люди общественные животные то вы как бы лицо группы они там кто спина кто вы что нога группы там и так далее вот вместе получается группа сформулировала идею сделать пару короче насколько короче у вас идеи пару сделать сейчас без минут на двадцать круто я пока не принимается это ваш с вашей идеи меня выгоняться университета вас никто не тронет скажет ну ладно они там студентами а вытащу михалыч еще соображаете нет но идея точно была то есть идея бывает реализовывается бать не реализовывать но идея выделенного то есть идея это мысль которая отвечает на вопрос что делать если таких мыслей нету тут нет и идеи никаких на что человек человек между прочим который вот характеризуется не тем что он просто как лужа отражает отражает все мир отражает но вот лужу представляете сейчас луж много вышли сюда видели лужу она живут вы идете мимо она отражает что вы идете там в луже прямо видно что вот вы идете птичка пролетела и птичку отразить в небе солнышко и солнышко отразит самолет и самолета то есть лужи свойством отражения замечательно обладать более того вся материя обладает свойством притерения вот вы сидите на этом сиденье а сиденье с такой же силой на вас давит так чтобы вы дальше не провалились если на ванну не будет давить то вы проводите вот одно из свойств этого сиденья что она отражает одно усилие и дает противоположное усилие такой же величины и вы спокойно сидите ровно вся материя обладает свойственном мячик брошу в стенку он же отскочит значит стена отразима а если отряд один другой наступает и а другой отразил это нападение начало отражались же вот это движение этого отряда а если они не соединили никак не соприкосновить не пришли все прикосновения и нет и отражения атаки нет атаки потому что они бежали близко дальше не пошли остановились вы увидели вас стало страшно и отошли все думает вы наверно все меня есть кром из кромшите из кром сайте страшное дело поэтому значит человека следовательно можно определить как животное общественное трудящиеся говорящие разумные разумность не сводится только к тому чтобы отражать мир но еще к тому чтобы выдвигать идеи его преобразования и эти идеи реализовывать вы можете реализовывать идею вот вы можете реализовать идею разокончить пару раньше можете не можете ну что за люди я не знаю я хотел сказать что вот вы и дети и иди собирайте свои книжки и дети вы идею видали я лично вам вот разрешаю покинуть нашу поскольку в эту идею высказали они еще до этого не доросли пусть сидят тут занимается за 13 10 а вы идите в буфет пожалуйста но это ваше дело можете не идти но я вас отпустил все слышали чё нужно про это перекреститься что я вас выпустил перекрестился но я не верующий это ничего не означает я просто вам вот разрешаю все имею право вы меня и не просили после идеи выдвинули я ее добрил вы же искали всем 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 вы просто идею такую я думаю к вам это вполне вот относится почему не поощрить человек вот допустим захотите меня раньше сдать экзамен завтра мне завтра не надо завтра среда завтра очень напряженный я еще понедельник давайте вы готовы за вас течь понедельник ну вот эта идея у вас не давать или идею вас давать не только анти идеи раньше сдать чего ждете когда постареете что ли но идея хорошая если вот вы раньше сдадите вы не только на пару будете уха и вообще потом не будете ходить я вот кстати очень применял то когда был студентом вот вот ну все издали вы все и ходили бы гуляли отдыхали они тут а вы в буфете красота и пересчитывайте свои 1480 буфете на что что я не могу купить а вот почему вы не хотите сокращать ничего вы там не тосковать здесь как-то отвлекаешься от еды занятиях а там не отвлекаешься а там сразу вот живот подводит да не научить сидеть здесь точно я согласен так ну вот а человек это мы бы когда говорим человек имеем ввиду ни одного же человека же общественное животное что имею ввиду человечество правильно вот это а эта материя или нет человечество материи и чё сознание что били материи вот материя человек как человечество человеческое общество это высшая общественная форма материи обладающего сознанием вот общество было это общественным сознанием вас сознание индивидуальное правильно но на вас не могло бы появиться если бы не общественное сознание потому что с вашим воспитанием связано формирование вашего индивидуального же сознания приятно создавать себя высшей общественной формой материи согласитесь что нам повезло шарику не повезло мурки не повезло а нам повезло красота и не важно что у нас стипендия 1480 кошек вообще нет стипендий особенно у бездомных но некоторых все время кормят этим самым какими-то штучками которые как наркотик они уже от них отстать не могут и потом предлагаешь сметану кошкам не едят мясо не я рыбу не едят они такого данного идет корм этот кошачий тут куда добавили я думаю что-то вроде валерьянки я однажды в лесу нашел валерьянку вместе со своим дядей мы принесли валерьянка две штуки такие такие растения с таким венчиком розоватым ну как кошки вокруг него просто как вот вокруг этого корма который продают поэтому я когда вижу как они вокруг этого корма но все дома понятно бизнес кошки должны есть этот корм они какой-нибудь там сметану и не молоко лакать иначе эти компании которые производят корм про грех это надо знать что туда подложить поскольку людям подкладывает всякое там пальмовое масло масло ши кокосовое масло вместо подсолнечное или местом масло какао вы скажите шоколадку в которой масло какао заменено на масло ши вкусно же голова на отвратительное потому что отчет такой шоколад его откусываешь он вроде твердые в то же время так вот гладкий такой нет и слом потому что там масло какао изъять его а кому дать а ну тем которые очень дорогие сорта покупают твердые шоколада а вы это обойдетесь студенты тем более вы один раз попробуете больше не захочется как раз нам и хватит на эту свою стипендию все этого шоколада так что много не съешь такого шоколада или вы купите шоколадку а там вообще нет шоколада вот эти так плитки так называемые еще делали сои а со это что соевые бобы ну есть фасоль есть соя только фасоль вкусная соя безвкусные раньше продавали сою консервы такие были свой автомате соевые бобы автомате а сейчас еще были батончики и сейчас они есть род фронт почему-то род фронт вместо шоколадных вес конфеты из сои они неплохие ну когда вы знаете что это точно не шоколад то и неплохо а и вот эту сою все время пытаются выдать за шоколад по цене шоколада потому что если написано сгущенка там есть это сгущенное молоко не это не сгущенное это вообще не молоко ну там весь пасут масло рассеечное чё там еще еще белый цвет мы сделаем один товарищ тут в ленинграде купил творог какой-то странный поместил его на сковородку стал гореть он весь вспыхнул и сгорел до сла он это все рассказал про магазин завели уголовное дело но потом решили ну чтобы бизнес не травмировать и кошмарить как у нас дмитрий анатольевич не надо кошмарить бизнес то что вы будете такой творог есть это не кошмар а вот бизнес если него снимут бизнес как вот если он вам какой-то яд предлагать но это кошмар кошмар вы свои какие-то потребности индивидуальные ставите выше развитие бизнеса враг бизнеса надо с вами чудо со решать вообще подсунуть вам такое чтобы не только съели но и последний раз и бизнес старается чего вот подсунули же в иркутске сколько в автомате были эти продавали бы поярки в автомате все знали прекрасно что во первых слова боярышник есть у нас продавал сюда в аптеках спиртовая настройка боярышник и она успокаивает сердце ну и я и выпивали мужички так стоят на окошечке иногда два боярышника видно что людей за жизнь беседовали и вот стоят это немного всего-то баночки чего и пьяница меня назовешь а тут они слова боярышник употребили для так называемая напитка для ванн для начала пустили там этиловый спирт и потом заменили на метиловый спирт это яд от которого а слепнуть бы умирает у меня дядя родной который работал каталем на кирпичном заводе красная звезда кирпичи в баржу отвозил на тачке здорово это железная такая лента и по ней спускались прямо в него и туда очень крепкий очень здоровый вот они разгружали однажды но метиловый спирт оставили себе ведро чтобы не пропадал спирта шестером выпили это ведро на шестерых и шестерых четверо погибло в том числе мой дядя а двое отлепли выпили в общем отметили это метил то есть страшный яд от метиловый спирт и вот значит в иркутской заменили коммерсанты пяти смены заменили этиловый на метиловый который дешевле на же дешевые применять когда прибыль будет больше согласны вы против повышение увеличение прибыли не против и вот и хорошо они заменили и в итоге сколько там 200 человек погибло причем что делали автоматы поставили как у вас внизу там вам кофе выдают а там выдавали вот в баночках боярышник пей и умирает тут же красота потому что пить вредно вот вы поняли теперь что вредно на опыте иркутска не пейте боярышник козленочкам сами не козленочкой вообще трупом станешь хуже чем сказках там только козленочкам напьешься из копытца это куда не шло так ну вот мы разобрали с вами формы материи существования да вот больше еще какие то вот говорят что есть еще там какие-то силы да причем с наше время есть люди которые говорят есть бытие одно это вот материальное бытие есть бытие индивидуальное в голове сознание бытие мыслей и трансцендентные мы раньше не стеснялись говорить бог сейчас стесняются у нас есть вот релеговеды я с ними общался недалее как в пятницу и сегодня буду общаться у нас для релеговедов и конфликтологов третьего курса есть курс который пришел сверху маркс энгельс немецкой идеологии ну вот они изучая маркса энгельса разбираются в том а религия что такое вот они уже знают вы знаете чтобы религия тоже не знаете ну батюшка увидели хоть раз батюшка видя религия что такое а что институт институт хороший ответ у вас прямо если что спросят институт спросите меня что у нас такой университет институт а что такое институт академия партия институт государства это у вас универсальная отмычка есть такие бандиты они от все открывать а у вас как бы вы все понятия все сразу открыли за словом институт ничего никому не объяснили какой весь весь вопрос о том какой институт потом и религии это не институт церковь институт молодой человек а религия точно не институт но выговорно над как понять что такое надо начать с простого или сослуженного ну как вы все представляете перообытных людей они уже наскальные теки делали рисунки и верили во что что есть всякие сверхъестественные силы да вот солнце это же бог был чего нет как нет ерила то их как зовут и фамилии даже знаю имя а вы что не знаете да и его а тут зевс был громовержец не знаете что ли многобожие началось с чего сначала с обождествление ветра солнца в урожая да а потом а потом пошло дело к многобожию а потом появилась единобожие взяли этим голову по отрубали прекрасным статуям греческим потому что они против единого бога я видел в городе дальше стоят прекрасные такие статуи но вот это венера милоска это дешево отделалась сегодня только руки отломали а эти вообще без голов стоят знаете какая-то картина стоит штат и штаты прекрасные таких и без голов это христиане более высокая культура пришли на миролюбивая особенно крестовые войны были крестоносцы подошли это очень миролюбивая культ религия и это одна из форм постижения мира человеком правильно как я его постигаю постигаем вот мир земной как в виде как вы мира небесного то есть это отражение мира как и выражение его как фантастического мира на небе вот скажем если изучать библию это там только фантазии что ли библии или там много знаний в этой библии много же знаний правда не просто фантазии том числе исторически ну такая форма постижения мира вот я однажды иду по нескому а там эти проповедники ходят на западные со своим женской западным христом и там вот книжечка до ко мне дают я с удовольствием взял иду дальше читаю а там написано бог есть он думает о вас у него есть хороший план вашей жизни приятно что есть там кто-то и он думает какой за вы издали экзамен хорошо чтобы не болели да и все время думает вы уже некогда подумать об этом вы что бегаете занимать а там только человека вас думает приятно хорошо а приходят эти вот материалисты нету никакого бога так было все красиво из-за вас все и распал эти атеисты вообще надо их уничтожить сейчас вот у нас как хорошо то эти самые у нас называли набережной арбиспьера арбиспьер это ужасный человек он этих врагов буржуазной революции не сажал беспощадно а взял губернатор назвал это теперь воскресенская набережная так тихо спокойно стало хотел может быть он переименовать марата тоже был революционер буржуазный сейчас же какое общество буржуазные я-то по своей темноте думал что если буржуазное общество уважать будут буржуазных революционеров думаю если бы феодальная была контрреволюции то наверное феодальных каких-то уважали бы деятель ну скажем жанна дарк это наш феодальное время было а сейчас вот поехал москвы сравнивать одну из выступающих на на эхо москвы жанны дарк что она такая такие у него угненные выступления прямо на жанна дарк ну жанна дарк на францию спасла а это ты чё делал и потом ее облили не облили это море фигалиями как вот этого персонажа который на эхо москвы а я сожгли же на костре судьба совсем другая но это религия а есть еще искусство вот вы пошли на концерт и слов никаких не надо а пришли одухотворенные так но если на хороший концерт они опущенными если плохой но и опущены как воздействовал на вас без всяких слов потрясающая картина правильно вот вы на вас потрясла а ничего мы не сказали про эту картину а я вот сейчас бы подойдут посмотрите есть нарисовано озеро здесь нарисованы берега здесь вот деревья нужен совсем это вы пояснить не нужен это другая форма постижения мира понять их и просить его в образах в образах музыкальных литературных живописных образах ну а мы с вами изучаем по простоте душевной постигаем мир понятиях философии чем вас и поздравляю уже идея у нас даже есть одна под родилась есть даже и автор этой идеи хороший мы прямо к этому идем скоро закончим но и затянули с реализации знаете как с тяжело с реализации она долго вот она все это идея не реализовывать ее гнетут все время но она все равно пробивается то есть материя то она познаваема правда познаваемая общественная форма движения материи выше она обладает свойством отражать всю материю это вообще и постижение познания постижения в в понятиях то есть наука это такая высшая форма постижения материи которая позволяет постигать материю это материя тогда в этом нас постигает самое себя вы ответственность поняли какая на вас лежит вы постигаете материю сами будучи материи это не кошка не собака это студент к чувствуете какая и на вас ответственность и на вас между прочим молодой человек хоть вы не студентка она студент все равно ответственность за постижение на вас и к ответственности вам привлекаясь вас привлекать на экзамене суд высший суд как в писании написано будет грядет а маргет дон и всех будут судить ну нас всех судят студентов судят обычно на и за и многократно зачет экзамен и все судят и судят я когда избавился от этих судов так обрадовался последний суд был у меня когда кандидатский минимум сдавал сейчас же придумали еще максимум чтобы было еще хуже чем у нас то есть вы по своей диссертации составляете кандидатской вопросы его же эти вопросы задают вы конечно получите отлично все равно нервничать ну как можно не получить отлично по тем вопросам которые я из моей диссертации взял и сам же на них отвечает я не знаю таких случаев но нам преподавателям нагрузку чем сам дает это вот принятие экзамена максим он просто вообще не нужен его не было я его не сдавал а минимум сдавал это все страшные суды вот это страшные суды все закончатся до этого счастья никогда приходишь на экзамен ты вроде как дурачок а экзаменатор 6 и такая умная такая строгая она воплощение ума от и воплощение дурости и вот ее власти она сейчас все хочет то и поставит вот у меня тоже такая власть дана у нас же государственный рассвет говорят давай ты значит давай доктор к защите звание профессора этапу может туда измываться над студентами то есть они приходят и вместо того чтобы это как два гражданина на равных они для ляля а вы начать ей не разворительные или посредственно или еще отчет вызывать будете экзамен или держать уже вам балл на повышу а я тут у меня абсолютная власть он или нет государства мне до государства это машина носили это страшная сила это тюрьмы лагеря там системы принуждения по исполнению наказаний как называется псин федеральная система исполнения или окрасиво можно назвать пенитенциарная система которая приводится это движение если что что-то не то сделаете нахаживать но это все приходящее как учат философии студент с одной стороны вроде как все вас пугает а с другой стороны и не вы первые него последние были побыли студентами и быть уж у нас как счастливое время когда вас на вас все смотрели как на недоучих а теперь никто уже так не смотрит а вам самим на себя смотреть а вы это я не знаю это не знаю это это еще хуже сами себя будете судить самосуд это как самострел опасное дело не надо так строго себя рассудить пока то сейчас хорошо вы сами себя то не судите пока мы вас будем судить вам легче а если вы и сами себя будет судить ну это вообще кошмар сплошной суд страшный суд и все на него идут как бог один справиться со всеми которые ведь каждый же должен у него наверно больше чем на 30 секунд не останавливается на человеке там очень скорый суд то что миллионами же умрут как это можно организовать нормально низа и там нет ни защиты не адвокатов ничего нету судит и все и улетите на небо ничего нет они и зубов а фахарайские яблочки есть ничего нету город вам будет хорошо врачу хорошего там ничего хорошего не обещает будете нам метаться везде летать ничего нет ехать там у этих у чертей то там хоть что-то жарят а тут вообще ничего не так хочу вам сказать что нас ждет на будущее на будущее нас ждет рассмотрение различных форм движения то что то что все находится в движении я так понял все усвоили сегодня очень хорошо и что какие бывают уровни развития материи тоже хорошо все эти уровни находится бесконечное движение но поскольку была выдвинута идея я не могу это оставить без поощрения но конечно полное объеме извините а вот на десять минут я вас раньше отпущу это вам вот был верить ее то что она хвалить ее как это в религию аллилуйя кому вот ей так все на этом сегодня лекция заканчивается идете отдыхаете вот и уважайте любите тех кто знает идея какой он о